Ежедневно коронавирусом в России заражается почти 40 тысяч человек. Цифры упорно держатся на этой отметке антирекорда. В городском округе Воскресенск данные соответствуют общероссийской тенденции. Вчера было выявлено 55 новых случаев заболевания COVID-19. Сразу 11 человек госпитализировано. В инфекционном отделении ВРБ номер 2 все 87 коек заняты. В целом в округе ситуация напряженная. На данное время на амбулаторном лечении у нас находится в городском округе более тысячи пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Каждый день через наш КТ-центр проходит пациентов 30-40 человек, у которых подтверждается поражение легких, которое является осложнением новой коронавирусной инфекции. До 7 ноября в стране действует локдаун. Разорвать цепочку заражений власти пытаются при помощи карантина. Но уже сейчас в воздухе повисло ожидание. Нерабочую неделю продлят. Заместитель руководителя по научной работе ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал условия, при которых подобное решение может быть принято. Цифра одна – это коэффициент распространения. Если он больше единицы, то мы вступаем в достаточно напряженный период. И второй очень важный критерий – это наличие свободных коек и ИВЛ. Ограничительные мероприятия ввели на неделю. Скоро мы поймем, насколько эффективными они оказались. Но альтернативы вакцинации нет. Если мы с вами не превзойдем порог коллективного иммунитета в 80%, ожидать чуда не приходится. Об этом стараются не говорить вслух. Но и вакцины, существующие сейчас в мире, могут оказаться не у дел. Вопрос, который рассматривается в научном мире прямо сейчас – насколько упала надежность не только спутника, но и всех остальных вакцин в отношении штамма Дельта и его вариантов. Тем не менее, пока прививка остается лучшим решением. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции облегчит течение заболеваний, если вы встретитесь с данной инфекцией, и предотвратит развитие летального исхода. Это та надежда, которая существует – промедление фора для коронавируса. В конце октября в Москве и Подмосковье была зафиксирована четвертая линия Дельты. Об этом сообщил заместитель руководителя по научной работе ЦНИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью «Известием». По прогнозам, она будет на 15% более заразна, чем циркулирующий штамм. Если борьба с коронавирусом – война, то сейчас мы, отказываясь от своего оружия, позволяем врагу побеждать. Александр Иванов, Дмитрий Волнов. Новости Искровект. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова